Привет! Я Адель Фатахова. Вы готовы? Тогда смотрим программу телезнайки. Мы расскажем как правильно лениться, как фотографировать котиков, как инфекции приходят к человеку и как можно от них защититься. Приятного просмотра! Как ты думаешь, почему нас родители заставляют мыть руки? Наверное, они знают что-то такое, чего не знаем мы. Например, им известно, что такое инфекция. Какие есть виды инфекции? Инфекции очень много, но их всего 4 основных, потому что они различаются, как они к нам передаются. Вот мы не моем руки, их ее называют болезнь грязных рук. Это кишечная инфекция. Мы заболели, чихаем в округе, люди заболевают. Эта инфекция называется инфекция дыхательных путей. Укусила собака. Инфекция кожных покровов. Но есть еще ряд заболеваний, которые передаются в случае укола. Это называется трансмиссивная инфекция. Чтобы не заболели, в первую очередь мыть руки. Потому что в течение дня, вот вы обратите внимание, вы подержались за поручень или перила в метро, за ручку дверей, взяли деньги. Сколько там микроорганизмов. Вы приходите домой, вы должны обязательно переодеться в домашнюю одежду. Даже древние люди понимали, как важно мыть руки. В Древней Греции, в Риме, на Древнем Востоке сооружали валдопроводы, колодцы и бани. Регулярно мыться велела еще древнегреческая богиня здоровья Гигея. А, вот откуда слово гигиена. Когда были вспышки самых опасных инфекций. Больше всего этих инфекций было в средние века. Была такая инфекция чума, она и сейчас существует. Тогда ее называли черной смертью, потому что погибали целые страны, особенно Европа. В Англии в 1798 году впервые дало начало изобретению вакцины, то есть людей стали прививать. Считается, первый антибиотик пеноциллин изобрел шотландец Александр Флеминг. Но идея о том, что одни бактерии могут умирать под воздействием других бактерий, высказал еще в 19 веке французский микробиолог Луи Пастер. Когда появились антибиотики и их активно стали использовать во время Второй мировой войны, это позволило сохранить очень много жизней. Благодаря врачам-эпидемиологам, прививкам, которые мы делаем, различным карантинным мероприятиям, эти инфекции не распространяются. И таких уже страшных инфекций практически нет. Даже страшно представить, сколько на нашем микрофоне живет бактерий. Надо его продезинфицировать. Точно, давай его прокипятим. С инфекцией познакомились Никита Чередников и Настя Братякова. Что такое лей знает каждый из нас, и все мы знаем, как с ней трудно бороться. А зачем же бороться с таким замечательным чувством? Самым ленивым существом на планете считается ленивец, а также улитки. Да ты что! В Англии даже устраивают забеги улиток. Она может проползти за минуту 6 сантиметров. Лень – двигатель прогресса. Вот надоело я человеку пешком ходить, он придумал транспорт. Когда людям стало лень выходить на улицу, смотреть, что происходит в мире, люди придумали телевизор. Как вы считаете, лень действительно двигает прогресс? Мы считаем, что да, лень – двигатель прогресса, потому что только ленивый человек мог изобрести путь для телевизора. У вас есть рецепты борьбы с ленью? Только после того, как мы зададим себе вопрос, что я сейчас делаю и зачем, можно как-то побороться с ленью. Как возникает лень? Там есть разные причины. Я 4 основные выделяю. Это может быть нехватка энергии, нехватка сил, это может быть очень много разных вариантов, и человек не может сделать выбор прямо здесь, сейчас. Это может быть такое состояние, когда человек говорит себе, что ничего не хочется, я не знаю, что хочу, и может быть состояние, когда он цель себе поставил, но сейчас ему вот этим заниматься неохота. Но хочется, чтобы цель случилась. Можно ли назвать лень болезнью? Я бы сказал, что да, но это не болезнь в физическом плане, не то, с чем надо идти к врачу, но это то, на что стоит обратить внимание. Это может даже и к физическим болезням тоже привести. Как же ее излечить? Для того, чтобы с ленью бороться, нужно в первую очередь причину определить, в какой ситуации вы оказались. Исходя из этого, уже действовать. Как в медицине, сначала диагноз, а потом лечение. Я поняла, чтобы побороться с ленью, надо выяснить ее причину. Если не лень, конечно. Не поленились узнать о лене Яна Бодрова и... Анжелика Соколова. Я собираюсь стать фотографом. У меня есть отличный фотоаппарат, а снимать я буду животных. У меня как раз есть код. Самая популярная сейчас тема. Тема мам и малышей, она всегда очень эффектна. Наибольшее количество эмоций, положительных эмоций у нас с вами, у людей, возникает, когда мы смотрим на играющих детей, на отцов, которые играют со своими маленькими детьми. А вы помните свою первую фотографию животного? Ну, конечно, помню. Это была моя собака, которую я фотографировал, когда был на втором-третьем курсе университета. Ну, а дальше пошли уже экспедиции. Когда я оттачу мастерство на котиках, можно будет отправиться в Кению, Конго, ЮАР, Эквадор, на Голбогорские острова, как это делают настоящие мэтры. Как поймать эмоции животного? Надо думать. Надо ловить кадры, надо знать особенности поведения. Ты можешь приехать, а животное вот не выходит, оно не прыгает, не питается, не охотится. А ваша профессия связана с опасностью? Ну, естественно. Что касается хищников, ведь многие животные, они просто непредсказуемы в поведении. Например, поведение носорогу предсказать очень тяжело. Надо рисковать, но любой риск должен быть оправдан. Ни один кадр, даже самый лучший, не стоит человеческой жизни жизни фотографа. Учиться нужно у лучших фотоанималистов. Смотрите, что они снимают, как выстраивают ракурс. Вот мне кажется, сейчас у нас неправильный ракурс. Вот, так-то лучше. Обрати внимание на эту черепаху. Обычно мы смотрим на этих животных сверху вниз. Интересно, а как нужно было встать, чтобы получить такой снимок? Вот если у меня уже есть хороший фотоаппарат, я уже фотограф? Вы можете быть фотографом, если будете учиться, учиться и учиться. Технический уровень фотографии в мире, он настолько высок, что просто обладать хорошей техникой, это ничто. Нужно прежде всего иметь идею. У фотографов, снимающих дикую природу, существует еще один профессиональный секрет. Они не снимают в зоопарках. Говорят, взгляд у таких животных потухший, но у моего года взгляд бодрый. Узнала, как стать фотоанималистом Ульяна Женс. Велосипед. Хочу себе такой. Я предпочитаю экстремальные виды спорта. Какие? Экстремальные. Это спорт на грани человеческих возможностей. Очень опасный, травматичный и самый зрелищный. Эээ, Даша? По каким критериям эти виды спорта относятся к экстремальным? Ну, ролики скидбордом Мэйкс, они априори экстремальный вид спорта. С них началось и дайвинг, и парашютный. В принципе, у нас даже вся жизнь экстремальная стала. В Америке с 70-х годов, с 60-х это вид спорта родился, и там уже немало райдеров, которым и по 40, и по 50 лет. Критерии такие. Травмы, удары, переломы. Какой должна быть физическая подготовка у экстремалов? Нужно, чтобы человек уже хорошо бегал, приседал. Если у вас есть уже какая-то такая физическая подготовка, тогда вы можете смело идти в экстрим. Если этого нету, то я вам не советую, потому что экстрим это все-таки падение. Если ты не готов к этому, ты будешь падать, и будешь падать больно. Какой ваш был первый прыжок? Вам было страшно? Вообще ни разу не страшно. Я когда это представляю, там, просто не катаюсь, а представляю. Мне почему-то страшно. А когда я уже на велосипеде, это все отключается. Ты осознанно принимаешь риск. А вы часто падали? Крайне редко падаю, действительно. Раз в год падаю и ломаю палец или запястье, все. Встаешь и поднимаешь, пробуешь поднять руль. Вот так вот. Давай, держу, короче, прям вставай, держи вот так вот, да. Вот она пробует, но лучше так не делайте. Нужно кататься постепенно. Как совершить свой первый прыжок на скейте? Ведь невозможно его делать с поддержками или медленно. Чтобы совершить первый прыжок на скейте, мне кажется, лучше для начала научиться стоять на доске. Тоска, да, она имеет загибы. У нее есть задняя часть и передняя часть. Шкурка для того, чтобы педы цепляли. Две подвески поворачивают в разные стороны. Делаем толчок и перепрыгиваем вот так. Ты покаталась на скейте, я на велосипеде, и мы даже ничего себе не сломали. Стали экстремалами даже Кукушкина. И Лера Павлова. Людям необходимо общение, поэтому они думают, что животным это нравится. А нравится ли это животным? Большой вопрос. Кто это на мне? На тебе змея, которая называется Амурский полос. Он любит, когда его трогают и гладят? Для животных чаще всего это неприятно. Они могут это терпеть. Чем спокойнее человек себя ведет, тем спокойнее ощущает себя животное. Если это животное, которое находится рядом с нами уже очень многие годы, то общение и нам, и животным очень полезно. Если это лесное животное, лучше, когда человек оставляет это животное в покое. Если ты хочешь общаться с животным, нужно сделать так, чтобы первым подошло к тебе именно оно. Ежиков можно потрогать одним пальцем. Козу тоже. Но есть животных, которые трогать нельзя. Например, белки. Укус белки для человека очень болезненный, плохо заживает. Лиса тоже может проявить агрессию по отношению к человеку. А что это за животное? Это дикообраз. Он родственник морской свинки и скорее родственник зайцу, нежели ежу. Кролика он не обижает? Нет. Более того, когда кролик появился рядом с ним, они стали лучше кушать, стали лучше себя вести. Им стало интереснее. Потому что и дикообраз, и кролик – это животные, которые привыкли жить с семьями. Морские свинки совсем не морские. И плавать они не умеют. Просто когда-то при Петре Первом их привезли из далекой-далекой страны – Перу, из-за моря. Первоначально они назывались заморскими. Перу, из-за моря. Скажите, что вы думаете об отношении человека и животного? Не отвечает. Иди сюда, иди к нам. Любит поесть. Если дернуть Варю за хвостик, ей это не понравится. А если дернуть кролика за ухо? Думаю, ему это тоже не понравится. Только он об этом не скажет. Учились общаться с животными Адель Фатахова и Варя Тарасова. Ждите нас, и мы вернемся через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok